Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, меня зовут Фисенко Юрий Андреевич, отдел сопровождения судебно-исполнительного производства. По какой причине не поглошаете задолженность по банку Тинькофф? Во-во-во, банк Тинькофф, я банк Тинькофф уже все 20 раз объяснил, что если какие-то претензии ко мне в течение последних двух лет они что-то не предъявляют, то обращайтесь как бы в суд. Смотрите, как вот в том-то и дело, я перебил вас, извините, получен уже судебный приказ о взыскании с вас суммы долга в размере 52 тысячи 950 рублей. Круто. А номером вы мне скажете до судебного приказа, чтобы я посмотрел на сайте? Да, конечно же, секунду, я сейчас вот как раз подгружаю эти данные. Да, я жду. Скажите, пожалуйста, а по какой причине вот довели дело до суда? Может, какие-то трудности у вас были? Ну, все трудности я объяснял сотрудникам. Наверное, уже 30 раз, но, наверное, вам стоит обратиться к руководителю колл-центра, банка Тинькофф. И вообще, кстати, у меня вопрос. Если банк Тинькофф, прошу прощения, продал мой долг Фениксу, то почему бы он не имеет с Тинькофф? Я понял вас. Разрешите, я объясню вам данную ситуацию. Вы не против? Нет, конечно, я за... Смотрите, как, банк Тинькофф не продал долг, а передал, согласно 382-й статье Гражданского кодекса, по договору цессии. Письмо с уведомлением вам было отправлено на те адреса, которые фигурируют в кредитном деле. И, более того, как раз таки Феникс совместно с банком Тинькофф подавали исковое заявление в суд о том, чтобы с вас взыскивали данную сумму. Ну, хорошо, да. Смотрите, как... Более того, с момента передачи данного долгового обязательства в нашу компанию сумма долга даже в досудебном порядке у вас не росла. Единственное, хотелось бы узнать, по какой причине не погашали, с чем трудности возникали ранее. Я более конкретно, детально зафиксировать хочу эту информацию. Есть возможность... Смотрите, а ваша компания, вы же только что Тинькоффом назвались. Смотрите как, ну, банк Тинькофф и Феникс, это практически одна и та же организация. Вы, наверное, в курсе. Да, я в курсе, ваш вице-президент это говорил в интервью. Да, я про что и говорю. То есть, ну, на свой страх и риск озвучивая эту информацию, которая многим известна, учредители от нее те же. Да, это я, да, это знаю просто юрлицедрога. Скажите, пожалуйста, а с чем была трудность именно по погаштению задолженности? Вот в связи с чем так по просрочке прошло-то? Ну, какая разница, задолженность есть? Да, задолженность есть. Ну, вот, скажите мне, пожалуйста, номер судебного приказа, я посмотрю на сайте государственном. Потому что их очень интересно. Почему-то в письменном уведомлении не было никаких информаций, звоночков никаких не было, а он мне сейчас заявляет. Номер попал. Да, я понимаю, я понимаю, суть вашей претензии. Секунду. Так. Как раз вот пытаюсь загрузить всю информацию. Да, конечно. Но могу сказать, вот уже по приставам проверил, на сайте приставов официально. Исполнительного листа пока нет. Могу сказать сразу. Смотрите, видимо, может быть и приказа нет. Нет, смотрите, исполнительный лист именно идет после того, как человек отказывается исполнять в добровольном порядке. Да, я отказывался, конечно. Это две разные вещи. Там проходит определенный срок. Максимум два месяца. Да, я говорил еще два года назад и полтора года, что я буду общаться только через суд. И мне сотрудники колл-центра, эти звонилки, они постоянно говорят, что мы к вам выйдем, да мы прямо сейчас в суд обращаемся, и в течение двух лет это тянется. Соответственно, я с Тиньковым общаюсь, ну, договор был какого-то там, с 11-го года, если не ошибаюсь. И, ну, вы понимаете, четыре года все было исправно, нормально, а потом внезапно клиент сказал нет. И причина, как бы, вы не считаете, что могут быть в банке сотрудник и банк и так далее. У вас есть такая мысль, что не только клиент виноват, а отношение сотрудников и банк к нему тоже может. Например, вы не могли бы конкретизировать... Ну, например, у человека умирает родственник, да, он письменно в банк пишет, что прошу предоставить... Это я вам просто условно говорю. Прошу предоставить там месяца от срочки. Банк вам говорит, да, а через месяц звонит и говорит, ну, там работал некомпетентный сотрудник, и мы вам процент начислили. После этого клиент начинает говорить, а как так, я же вам писал. Ну, извините, и все. Ну, вот, как бы, одна из ситуаций простых. А, то есть, секунду, фиксирую. В связи со... Нет, нет, это как бы не имею. Я вам просто привел пример... Пример. Да, пример, что такие случаи были у моих друзей. У меня другой случай, но тоже примерно похож. И когда звонишь, то есть вы мне представились по одному, там, ну, звонит сотрудник, представляет, там, Евгений. Говоришь, а как Евгений, располнится-то, да, вот. Я не имею права это разглашать, бла-бла-бла. Перезваниваешь... Как, подождите, не разгласение, чего имеете в виду? Ну, я прошу, я же представляюсь, Кирилл, да? Я говорю, что это я. А звонит сотрудник, говорит, Евгений. Я отказываюсь вам предоставлять мои полные данные. Когда перезваниваешь обратно, Евгений не существует. А, я понял вас, что вы имеете в виду. Ну, вы поймите, что после таких вот, после такой работы, отношения, немножко желание появляется только через суд общаться с определенным. Я понял вас. Так. Вы не первая, и Феникс там еще хуже себя ведет, поэтому, как бы, даже совершенно спокойно. Ну, я могу сказать, что вот этих именно сотрудников, которые себя вот так ведут, я могу сказать, их увольняют. Это все. Правда. Как только именно, вот, елки, как это озвучить правильно. Как только вот данный факт, как раз таки при прослушивании звонков с отделом контроля и службой безопасности идет. Вот как только прослушали, увидели факт какого-либо хамства, неадекватного обращения, вот, сразу же. Ну, надеемся, будем надеяться. Просто в интернете уже куча каналов есть, которые прям и Феникс там, и Кинькофф, и все там, все там есть. Можно прям послушать общение, как они начинают себя вести. В общем, номер, номер дела этого, там, номер приказа, пожалуйста. Я что-то не вижу на сайте судебных приставов на себе что-то, что-либо. Да, до судебного пристава еще не дошла. Номер приказа я как раз таки ищу. Вот ищу. И мне, пожалуйста, если вам не сложно, если у вас копия, мне на адрес, который указан у вас там, 117, что-то такое, 593. Я понял вас. Да, вот копию, пожалуйста, в печати Тинькова, потому что мне первое, про передачу долговой, мне девушку уже выслала, якобы, там, 4 дня назад мы с ней общались. Смотрите-ка, при передаче долговой, я скажу, вот, на этот момент, согласно 382 статье Гражданского кодекса, достаточно письма-уведомления. Письмо, да, письмо, она мне вышлет почтой России, я ее попросил. Вопрос, кстати, еще про карту, вот эту вот, бывшую у меня. Как я понял, она у меня неактивна и закрыта, правильно вы? Да, она неактивна. Вот, а как бы мне получить справочку с печати, опять же, Тинькова, что по данной карте претензий банк не имеет. То, что счет, если она закрыта, он тоже неактивен. Вот. Я, как бы, всем пытаюсь спросить у них, но мне ваши сотрудники отказывают. Говорят, нет-нет, мы передали банк, и все вашими делами занимается Феникс, и мы ничего не имеем. Хотя, номер лицевого счета и карту они прекрасно видят. И вопрос, почему, если они, ну, почему же, если они являются сотрудниками банка Тинькова, они не могут это найти? От подзыва, иногда, иногда. Подождите, вот, мне, чтобы понять суть вашего вопроса, вы какую справку именно хотели получить по карте? Смотрите, есть карта, вот эта, Платинум, Тиньков, кредитная система, она неактивна, она блокирована. Соответственно, лицевой счет-то по ней есть, или он тоже неактивен? Смотрите, как лицевой счет, я понял суть вашего вопроса. Лицевой счет-то есть, но дело в том, что единственное, был, как сказать, был заблокирован, именно, емко, как сказать, именно были заблокированы операции по этому счету. То есть, именно вам заблокировали возможность снятия денег, обналичивания или совершения покупок, вот что. Понятно, понятно. Ну, хорошо, ладно с этим. Да. В общем, как мне получить вот эту вот, ну, как вы говорите, предсудебную вот эту вот бумажку, чтобы я ее видел перед глазами, на адрес, который, ну, в прошлое, в прошлое девушка отправила мне письмо на 117. Так. Было очень неплохо. Арбитражный суд. Мус. Ой. Какие-то номера-то какие-то у вас разные, 1925, 1925. Могу сказать, это исходящая линия IP-телефон, я сразу говорю. Понятно. Так, картотека делал, почему не грузится, ну, блин. У меня грузится все. Поэтому. Ну, у нас тут немножечко своя система, к сожалению. А. Так, я понял. Информацию я подгрузить не могу, к сожалению, но факт наличия судебного приказа, он есть. Вы можете просто обратиться в мировой судебный участок по месту жительства именно. А номер? Просто... Что? Номер. Вот это вот. Я данную информацию пока загрузить не могу, к сожалению, по техническим причинам. Но на... До приставов дело не дошло, могу сказать сразу. А пока почему-то с перегруженностью системы я не могу загрузить именно дату и номер приказа. Но вы можете сами обратиться вот по месту жительства в мировой судебный участок и уточнить этот момент. Получить копию судебного приказа. Ну, смотрите, я, по идее, могу на сайте арбитражном по ответчику найти себя. Не арбитражным, а именно мировой суд. Арбитражный суд, это немного у них другая компетенция. Обычно выносится приказ мировым судьей, как правило. Но можно поинтересоваться и в арбитражных судах. Так, хорошо. А в мировых суде где я могу найти информацию? Если у вас не грузится, может мне... Вот так, на сайте судакт. Ну, мостсуд.ру, я знаю, да. Так. Так. Гражданство. Ответчик. Ой. Архив судебных решений. Нет, нет у меня, к сожалению. Может быть, вы что-то ошиблись. Вы на каком сайте именно ищите? Нет, дело в том, что факт наличия судебного приказа я вижу, но именно более подробную информацию пока не могу отгрузить. Моссуд.ру, ничего не найдено, информация про гражданским делам. Ничего не найдено, может, вы ошиблись? Фамилия судьи какая? Какая фамилия судьи, пожалуйста, скажите мне? Судья же, как-то определенная. Вот эту информацию я сейчас как раз таки и пытаюсь загрузить. Ответчика у меня нету под меня. Естественно, Тинькофф тоже нету. Вот вопрос. За какую дату хотя бы? Ладно, пускай. Дата какая была? Так, дата я...